Каждая третья транзакция в Республике Молдова осуществляется с помощью банковской карты. Всего за четыре года количество онлайн-платежей удвоилось. Эта тенденция может свидетельствовать о том, что молдаване только открывают для себя преимущества виртуальных платежей. В прошлом году, например, безналичные расчеты достигли 56,5 миллиардов леев. Спустя около пяти лет молдавские банки стали выпускать почти вдвое больше карт. Если в 2019-м активных виртуальных кошельков было менее 2 миллионов, то сейчас их используются 3,5 миллиона. Если большая часть выдаваемых карт были зарплатными, то сейчас мы констатируем, что многие из выдаваемых карт общие. То есть, можно сказать, что граждане сами выбирают этот инструмент, поскольку им удобнее им пользоваться. Некоторые прохожие, с которыми нам удалось пообщаться, признали, что оплачивать услуги онлайн им максимально комфортно. С карты оплачиваю чаще. А почему вы чаще пользуетесь картой? Мне комфортно. В магазинах расплачиваю счета. Тоже удобно оплачивать онлайн. Все очень быстро. Оплачиваю почти во всех магазинах. И продуктовых, и с одеждой. За кофе можно также сходить и карты оплатить, если нет налички. Это удобно. Другие же считают, что иметь наличные при себе лучше и спешат в банке снять деньги. Комфортнее с булетином. То есть, как я получаю деньги. То есть, вы используете наличные деньги чаще, чем банковскую карту? Да. А у вас есть банковская карта? Да. А для чего вы ее используете? При необходимости, потому что у меня две зарплаты. Экономисты Орел Гырбу утверждает, что количество онлайн-платежей будет продолжать у нас расти. А выиграет от этого в первую очередь государство. Столько, сколько использование этого инструмента, собственно, будет расти, затраты по операции торговли национальной экономике будут ниже. Но помимо этого, конечно, эти сделки прозрачны. Тогда и государство сможет вводить определенные правила. Могло бы проще следовать тому, как работает национальная экономика, чтобы иметь больше цифр. В Молдове виртуальные платежи столь же популярны, как и в Румынии, которая с 2007 года входит в ЕС. За прутом, как и у нас, 30% платежей осуществляется с помощью банковской карты. Европейский Центральный Банк в рамках стратегии наличных расчетов планирует сохранить оплату наличными в качестве доступного варианта до 2030 года.